Продолжение следует... 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 Пыль. У нас еще сильны религиозные предрассудки. Многие родители из-за невежества обращаются к знаходям, которые доводят детей до крайности. И поступают уже они к нам в очень крайне тяжелом состоянии, с необратимыми процессами в организме, с насечками. У нас есть яркий пример, когда на участке вот в таком тяжелом состоянии, вот с такими насечками, поступали к нам в пацанар. Извините, пожалуйста, а что такое насечки? Насечки? Это надрезы, на коже преднеброшной стенки, крудки, спинки, которые делают вот знахари, это обиды, телекровопускания. Ну, это делается уже у них внестрельными лезвиями, которые в последующем слежают, вот, слежают в течение заболевания. При подводном обходе на участке с медсестрой я выявила ребенка. Имеется на теле везде насечка параллельно, от нижнего конечность до головы. И там читала молитву. Я взяла сразу этого ребенка, когда родители категорически отказались. Взяла ребенка, со скорой привезла в течение суток, и ребенок умер. Мы выписываем из детского отделения миллиградов, которые учители месяца. Вот, больница с здоровьем. Ну, дело в том, что она поступила 15 дней тому назад в очень тяжелом социане, с множественными насечками на преднеброшной стенке и груди. И я сейчас обращаюсь к матери, что вынули ли ей, чтобы она впервые не обратилась к врачам, а обратилась к хабибам, знахарям, что ее вынулило. Ее рассказ несложен. Первый ребенок умер от надрезов. Спасибо, от этого спасли. Только пойдет ли наука в прок? Эту женщину уже не переубедить. Четверых из девяти детей она уже лечила у табибов. Знахарей. Ничего плохого в этой методике врачевания она, конечно, не видит. Нашей киногруппе несказанно повезло. Удалось попасть на сеанс лечения известной знахарки. Но спустя мгновение мы поняли, что повезло лишь наполовину. В доме застали лишь матерей. Детей успели выпроводить на улицу через запасной выход. Не от стыда же лица прячут. Да. Боятся, видно, прослыть отставлены. Хотя, разве это их смутит? Хозяйка повозмущалась для порядка, а потом пустилась оправдываться. Лечение, мол, древнее, проверенное, самой в детстве доводилось. Делов-то всего. Кровь пустить. Остановить бы старуху. Только ведь мы сами ей место уступили. Здравоохранение республики самое отсталое в стране. Зато по детям, по рождаемости, по первым. Одних школьников более миллиона. Школа после семьи вторая сила в воспитании. Именно здесь определяется жизненный путь. Тропинки этих девушек и парней. В какую сторону? Давайте поговорим о классиках русской и таджикской литературы. Предлагает педагог. О Рудакии. Фердауси. О Толстом и Достоевском. Кто из вас расскажет о Толстом? Что он написал? Не читал. Не проходили? Не знаю. Да. Печальное открытие сделал вместе с нами в девятом классе новый директор пятнадцатой школы Кумсангирского района. Только положа руку на сердце. Полной неожиданности ни для нас, ни для него. В этом нет. Директор Рахмонов с болью говорит о школьных проблемах. В построенной в сороковых годах школе на сто восемьдесят учеников занимается сейчас больше пятисот. Нет спортивных площадок, мастерских для занятий по труду. В классах темно и холодно. А вот и новая школа. С семьдесят четвертого года строится, а выше фундамента так и не поднялась. Жизненные тропинки этих детей будут идти параллельно с нашей общей дорогой. А иногда и в обратном направлении. Если книга источник знаний, то библиотека школа жизни. Для этой девушки, которую родители не пустили в институт, место, возможно, и престижное. Только ведь если библиотека облагородила всего одну судьбу, этого явно недостаточно. Мало. Как и того, чем располагает это хранилище знаний. Убогое помещение. Вместо книг одни брошюры. Да и те 30-40-летней давности. Это одна из тысяч библиотек в республике. Типичный перекресток проблем просвещения. Поздняя осень. Похлопка на полях уже нет. Но кто-то не теряет, видимо, надежды отрапортовать начальству. Эти девушки уверены, что снимают их как пример самоотверженности, образец преданности родному полю. А ведь они жертвы очередной вспышки хлопковой лихорадки. Наверное, неуместно звучал в этих условиях наш вопрос, о чем мечтают девушки. Хотя, не трудности ли рождают мечты? Девушки говорят о неизбывшейся мечте. Их не пустили учиться. Об этом мы слышали и от других недавних школьниц во многих районах республики. И невольно вставал вопрос. Почему естественный ход событий институт, техникум после 10-летки стал для них недосягаемой мечтой? Может, это для них единственный способ вырваться из вязкой домостроевской морали, замешанной на религии? Кому-то это удается. Иногда очень дорогой ценой. когда-то огонь костров, в которых сгорала сброшенная восточная женщина Паранджа, был символом раскрепощения, свободы. Сегодня мрак невежества вновь прорезает огонь протеста. Но это уже живые факелы. Эта девушка одна из тех, кто не выдержал жестокой борьбы с предрассудками. Хотя ее место было в передних рядах. Работала она на заводе, была членом ЦК Комсомола Республики. Конечно, в этом плаче близких есть горечь утраты. Но есть ли в нем раскаяние? Как ни печально говорить об этом, но ведь в смерти девушки повинны именно родственники. родители. Это их подозрения, унижения и побои довели ее до самосожжения. Зловещая тень Паранджи оказалась живучей. Чем объяснить довольно частые случаи самосожжения среди девушек местной национальности? С таким вопросом мы обратились к секретарю Лениноватского обкома партии Бихаджал Рахимовой. Не вдаваясь глубоко в историю, ответила она, все же скажу, что за годы советской власти наши женщины избавились от многого того, что делала ее прежде зависимой. социальное равноправие с мужчинами, духовная свобода изменили психологию женщины. Но традиционный уклад жизни, невежество и предрассудки оказываются иногда непреодолимой пропастью. В этих противоречиях зачастую и высекается та искра, от которой вспыхивает живой факел. Атеистическая работа это еще и борьба за женщину. А главное звено в этой работе общество знания. Как вы реагируете на усложнившуюся религиозную обстановку? Спросили мы заместителя председателя правления Льинобадского областного общества Шарифа Кадырытовича Шадиева. Догадывайтесь наверное о чем говорит наш собеседник. Все хорошо масса мероприятий атеистическая пропаганда на уровне и так далее и так далее. Пока руководитель упивается собственными достижениями возьмем планы и графики лекционной атеистической работы на селе и наугад поедем на одну из ферм колхоза коммунизм Каннибадамского района. Туда должен приехать лектор. Кажется не опоздали. Впрочем кроме нас видимо никто не ждет здесь приезда лектора атеиста. Обращаемся к ответственному товарищу за разъяснениями. Лекция? Понятия не имею. Никаких заявок на лекции никому не подавал. А это уже другой ответственный за проведение лекций. Председатель сельсовета на территории колхоза 50 лет СССР Синаурского района. На те же наши вопросы те же ответы. Правда товарищ Ташматов говорит осторожно не хочет начальство подводить. Но и на себя вину брать ему тоже вроде ни к чему. Кабинет пропаганды и агитации Дома культуры того же хозяйства. Да, мы подавали заявки. Ждали лекторов, говорит товарищ. но они не едут. Так мы проехали около 400 километров и нигде не застали ни одного лектора. Обо всем этом мы рассказали товарищу Шадееву. не выполняются графики утвержденные правлением. А ведь в каждом колхозе, где мы побывали, планировалось по 5 лекций в день. Как это объяснить? Да, случается и такое. Уже не так бодро, как в первый раз, согласился Шадеев. И тут же оправдался. Это связано с массовой уборкой урожая хлопка. Но есть, конечно, срывы и по нашей вине. У нас создалось впечатление, что планы и графики атеистической работы существуют вне всякой связи с потребностями в ней. Очередная фикция. И ведь годами ни с кого за это не спрашивают. Как и за эти так называемые клубы. А на деле хранилище негодного инвентаря. Музыкальные инструменты, которые никогда больше не зазвучат. Кресла, в которые никогда не сядут. Вещи, которыми никогда не воспользуются. И сколько таких по республике. Наш собеседник, директор Института Востоковедения Академии Наук Республики Акбар Турсунович Турсунов. Каково, на ваш взгляд, место литературы и искусства в атеистическом воспитании трудящихся, спросили его. За много лет я могу назвать только два серьезных произведения. Это повесть Фазлиддина Мухаммадеева «Путешествие на тот свет» и пьеса драматурга Нура Табарова «На перекрестке». Другой литературы нет. В большом долгу остается кино. Наметилась тенденция сокращения числа произведений на атеистическую тему. Еще проблема. К сожалению, к художественной литературе обращается все меньше и меньше людей. Это должно нас насторожить. И это уже ни для кого не секрет. Меньше читают. Меньше зрителей в кино. Заметьте, девушек возле кинотеатра почти нет. В театры же и того меньше ходят. Где же выход? основной смысл своей работы я вижу работа с людьми. Этого требует и решение 27-го СИДКПСС последующих пленового СИКА духа перестройки. Сейчас мы принесли тяжесть работы от кабинета по месту жительства. Часто бываем в охозах совхозах организации общереждения встречаемся с людьми организуем встречи планового характера. Какие вопросы их плавнуют какие проблемы имеются. Не правда ли знакомые слова и интонации? Ближе к людям понять их проблемы это секретарь Кумсангирского райкома партии Ташмат Темиров. А давайте посмотрим как все обстоит на самом деле. Вот уже год как закрыли все Чайханы говорит этот расстроенный человек. Они нам служили не только местом отдыха приятного чаепития. Мы там встречались делились новостями общались сообща решали всевозможные проблемы. Знаете сколько их на селе? Этот настроен не так благодушно. теперь много говорят о перестройке. Какая же это перестройка если все Чайханы без нашего ведома закрывают. Говорят что мы в них молимся. Ерунда. Кому надо тот и дома может спокойно помолиться. лукавят лукавят седобородые. Знают ведь что часть Чайхан замышлялась строилась самими жителями как молельные дома. Общественность смотрела на это сквозь пальцы. Но стоило обратить внимание официальным органам на новоявленные мечети как из одной крайности шарахнулись в другую. запрет и все. Вот где и лекторам простор и писателям депутатам и партийным работникам прилюдно высказаться поспорить не боясь проиграть дискуссию не решились. Отсюда и такие вот передержки. у меня дом полная чаша все есть но мне необходимо общение наступает старик общение с людьми а чайханы закрыли вот и сидим дичая без общения даже поверьте могилу заказал вырыть чтобы скорее умереть а что остается делать умирать он конечно не собирается но старики тут действительно как рыбы выброшенные на берег а ведь они могли бы быть с нами чем руководствовались вы при закрытии 54 чайхана шельской местности пожалуйста мы не закрывали мы переоборудовали для нужд социально экономического развития района то есть используем это чайхана под школу под медпунктом под клубные учреждения детские дошкольные учреждения то есть там организовали пацаны детские садки под жилье с одной стороны так а с другой стороны мы потеряли действительно здесь аудитория раньше проводили встречи с населением прямо в этом аудитории читки лекции беседы с другой стороны честно сказать здесь нет такой твердого позиции скажем со стороны центрального комитета компартии республики областного комитета партии вопросом решения вопросом проблемы чайхана на территории таджикистана сегодня не так уж много древних памятников истории и архитектуры но даже самые невзрачные из них есть частица культуры народа свидетельство его духовности и мастерства трудно предположить из каких соображений сходил тот кто дал команду отгородить от людей эту старую мечеть наверное из благих а что из этого вышло даже не религиозное благоговение а обыкновенное человеческое любопытство заставляет искать вход на территорию памятника только не вернул бы памятнику этот барьер неприступности полузабытый мифический ореол государство тратит немало средств и сил чтобы из-под толщевиков вернуть народу его достояние его историю но порой реликвии в считанные годы вновь уходят в небытие покрываются толстым слоем ни пыли равнодушия и черствости и тогда снова правит бал невежества было когда-то угорцев поверье случись затруднения выходи к ущелью и громко крикни о своей беде и эхо принесет ответ как быть говорят помогало но не эхо видимо спасало а вера вот клик чаще всего эти складно рассказанные легенды вспоминаются в тягучие часы ожидания отклика в этих строгих приемных без надежды на эхо даже в приемные часы а в мечети двери всегда настежь для всех и при свете дня и во мраке ночи в нашем фильме нет случайных накадров в каждом из них проблема большая или малая ли но всегда важная мы так долго вы любовались собой в придуманное нами зеркало успехов что один цветок за спиной превращался в целый букет впереди как трудно было оторваться оказалось букет тот сказочный еще только предстоит выращивать но есть земля плодородная есть крепкие саженцы руки и силы и вера вера в разум великие рудаки говорил на мир взгляни разумным оком не так как прежде ты глядел мир это море плыть желаешь построй корабль из добрых дел сады и до 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 Продолжение следует...